лучший завтрак из натурального паштета магазинный паштет ни в какое сравнение не под не идет с этим это это что-то я знаю что вы обязательно поделитесь этим рецептом всем привет сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного нежного паштета из куриной печени который прекрасно подойдет для завтрака и не только это какие продукты мне понадобятся для приготовления этого замечательного блюда куриная печень молоко сливки не менее 30 процентов жирности сливочное масло морковь чеснок лук красный перец и немного коньяка 50 70 грамм первым делом нам нужно вымочить печень перекладываем в глубокую миску и заливаем молоком оставляем вымачиваться на пару часов прошло два часа печень вымочилась сливаем молоко и хорошенько промываем смотрите молоко стало темным а печень промываем под проточной водой печень очищаем от жира и пленочек срезаем все ненужное на сковородку выкладываем две трети от общего объема масла и растапливаем в растопленное масло выкладываем нарезанную печень перемешиваем и оставляем обжариваться на среднем огне лук нарезаем произвольно не сильно мелко слегка обжаренную печень выкладываем лук перемешиваем и продолжаем обжаривать мелко нарезаем морковь можно натереть на терке кому как нравится это не принципиально лук слегка обжарился добавляем морковь продолжаем обжаривать нарезаем чеснок слегка подавим чтобы было легче нарезать выкладываем чеснок обжариваем пару минут на сильном огне сейчас можно посолить и добавить немного черного перца перемешиваем и вот сейчас можно добавить ароматный алкоголь я буду использовать коньяк заливаем и готовим пока овощи не станут мягкими до полной готовности по времени это будет минут пять ждем как только выпарится вся влага вливаем сливки осталось совсем чуть-чуть вливаем сливки кипятим еще пару минут выключаем огонь в общей сложности печень готовится не более 10 минут все снимаем с огня печень готова переливаем глубокую миску и хорошенько измельчаем блендером паштет перекладываем в посуду в которой будем его хранить разравниваем сверху заливаем второй частью растопленного сливочного масла распределяем по всей поверхности закрываем паштет чтобы не было доступа воздуха и сверху украшаем разноцветным перцем вот такая красота получилась даем паштету немного остыть затем убираем в холодильник на несколько часов чтобы он хорошенько застыл прошло несколько часов моем случае целая ночь паштет готов можно пробовать паштет хорошо застыл аромат нежный сливочный вкус настолько вкусный что если вы сделаете попробуйте покупать больше не будете будете готовить сами такой паштет не стыдно будет поставить на праздничный стул и гости у вас будут спрашивать рецепт ну что я с вами прощаюсь всем приятного аппетита до новых встреч пока прощаюсь всем приятного аппетита до новых встреч пока